Девушки отдыхают 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 вручу эти материалы и «Единой России» и председателю Думы Володину. К этим материалам мы присовокупим еще перечень 150 человек, которые «Единой России» и ее полицейщина арестовала и наказала после выборной кампании. Сюда же приложим материал, как в течение трех лет захватывают и уничтожают совхоз Ленина, где проведены сотни экспертиз абсолютно лживых и ложных под руководством администрации Московской области, которая возглавляет Воробьев и под командованием одного из известных рейдеров Полихаты. Мы попросим и Володина, и «Единой Россию» рассмотреть наши материалы и в комитетах, в Совете Государственной Думы и на заседании руководства «Единой России». Мы считаем, что в нынешних условиях, когда президент поставил абсолютно обоснованные две стратегические задачи демилитаризации Украины и жесткая энергичная борьба с нацистско-бандеровскими проявлениями, попытка раскола нашего общества и неумение «Единой России» отреагировать на представленные материалы, выглядит вызывающе и абсолютно необоснованно. Я считаю, что в целом мы должны перестать, в том числе и в средствах массы информации, заниматься некоторыми провокационными вещами. Я посмотрел довольно интересную программу, с которой в воскресном вечере выступает господин Киселев, опытный человек, талантливый журналист. В свое время нам с Харитоновым помогал выдавливать натовцев из Феодосии, сам переживал за родной Крым. Но, говоря о необходимости выполнять установки президента и сплочения общества, вдруг начинает иллюстрировать это высказывание Ильина, который сам в свое время симпатизировал фашизму. Приводит пример высказывания Собчака, который вместе с пьяным, вероломным и дуроломным Ельциным рушил страну и унижал всех вместе нас. Приводит пример якобы Чубайса, который покидал страну, отбелить этого жулика и вора, которые вместе с нацистами и американскими нацистами, и их ЦРУшниками разворовывали страну, никому не удастся. В Государственной Думе лежит огромный доклад Степашина, как это делалось в 90-е годы, как они продали богатейшую страну меньше 3% реальной стоимости. Сплочение может быть только на основе конструктивной программы. Вот наша программа «Двадцать шагов» прежде всего отличается этим. И суть ее заключается в нескольких тезисах. Невозможно возродить страну, если вы не будете опираться на толщу тысячелетней истории, на тех великих преобразований, которые позволили сформировать гигантскую державу от Черного и Балтийского моря до Тихого океана. Но страну, которая одержала семь великих побед, избавилась от всех супостатов, которые приходили к нам с оружием и которых мы догнали до Берлина и до Парижа. Вы не в состоянии будете решить эти проблемы, если не поймете, почему накануне 1917 года царская Россия проиграла подряд три войны – крымскую, русско-японскую. Ее втащили в мировую, где сгорела мировая империя. Вы никогда не сможете ответить на эти вопросы, если не поймете суть ленинско-сталинской модернизации. Она мирно на съезде собрала российскую державность в новой форме, в форме СССР. Она за 25 лет показала лучший пример модернизации всех областей знаний. Я вручил официальные документы и предложил Мишустину и всем членам правительства провести большие слушания по работе «Кристалл Роста». Эту работу писали экономисты, специалисты, крупные промышленники. Там свой отзыв оставил и Матвиенко, и Глазьев, и многие другие. Суть этой работы в анализе всей нашей экономической политики за 150 лет. И за 150 лет шесть реформ, которые проводились, оказалось самой эффективной – это ленинско-сталинская модернизация. Собранная страна за 25 лет показала самые высокие в мире темпы экономического развития – 13,8%. Повторили этот рекорд с меньшим результатом – 10,4%. Только коммунисты Китая, они за 25 лет показали тоже уникальный образец, как можно выбраться из нищеты, что можно сделать для того, чтобы прорваться в космос, и каким образом можно превратить свою страну в мировой локомотив экономики, науки и культуры. Мы считаем, что освоив это, в состоянии и дальше двигаться, и для этого предложили и на основе нашей предвыборной программы «День шагов достойной жизни» непосредственно 20 конкретных мер, в основе которых лежит и система планирования, и национальных приоритетов, и особой заботы о наших гражданах. Если президент хочет и дальнейшего укрепления сплочения общества, не только за счет борьбы с нацизмом и милитаризмом, хочет сплотить общество на основе конструктивной внутренней программы, мы предлагаем принять срочно пять законов. Первый закон – прожиточный минимум при нынешних ценах и расходах на коммунальные тарифы не может быть меньше 25 тысяч рублей. Этот закон лежит на столе у «Единой России», его надо немедленно принимать. Надо принять закон о регулировании цен на товары первой необходимости и лекарства. Мы его вносили несколько раз. Он позволит успокоить рынок и все сделать для того, чтобы граждане уверенно смотрели в будущее. Для нас исключительно важно, чтобы жилищно-коммунальные тарифы, они продолжают расти, не превышали 10% семейного дохода. Мы считаем исключительно важно для всех отменить пенсионное людоедство и вернуть пенсионный возраст к той норме, которая была обоснована учеными и специалистами. И мы крайне обеспокоены тем, что не поддерживают наших детей, будь то дети войны, дети Донбасса, или не поддерживают тех, кто должен сегодня готовиться сдавать экзамены и идти на летние каникулы. Поэтому мы предложили несколько законов образования для всех, закон об организации детского отдыха и соответствующем финансировании. Эти материалы остальные на месте с женским движением, проводя слушание, внесла непосредственно в правительство. Я их все передал в Мишустину и надеюсь, что они будут рассмотрены. И особое внимание, конечно, оказание помощи Донецкой и Луганской республике. Я считаю, что там граждане после освобождения от нацизма проявят политическую волю и сделают еще один шаг. Шаг к тому, чтобы, проводя референдум, войти в состав российской государственности. Этот шаг предприняла Южная Осетия. Я полагаю, что и Абхазия близка к этому. В целом, собирание земель нашей государственности, защита русского мира, защита нашей дружбы и истории является главной в нашей программе. Я уверен, что Компартия России вместе с леопатриотическими силами покажет пример, как это делается. Мы, прошедшую субботу, провели большой актив всех государственно-патриотических сил во главе Скомпартии. В нем участвовало 3,5 тысячи нашего актива. Весь актив полностью поддержал нашу программу. Сегодня я ее вручу председателю Думы и Единой России и настаиваю на том, чтобы она безотлагательно была рассмотрена на Совете Государственной Думы и на президиуме Единой России. Мы надеемся, что эта партия в данной ситуации откликнется на наши предложения.